вот так началась моя первая левада поднялся наверх из отеля тут недалеко фактически не объяснили как это куда подняться короче вид он отсюда просто великолепный панорама классная но левада сама оказывается была вот под низом а начинается она вот тут вот то есть идешь сначала как бы она под тобой текет а потом продолжается вот сейчас пойду пойду по ней прогуляюсь докуда это левада идет все покедово левада вышла на дорогу но там был указатель надо немножко наверх подняться вдоль вот этой дороге буквально тут 50 метров и потом она продолжается вот через дорогу переходишь опять указатель висит левада и пошли дальше денек сегодня продик великолепный левада выглядит вот так вот здесь открыто и примерно полметра может чуть уже дорожка такая по которой надо шлепать левада вдруг превратилась такую тропинку но вроде там под низом она идет как бы вода хотя не слышно но я стою до сих пор на леваде сейчас посмотрим что тут за углом арочка какая-то красиво выплывает что-то наверху или дорожка и тропинка узенькая дальше опять опять левада открыто просто супер коровы кстати пасутся тут банановые рощи просто обалдеть очень много ящериц красота ящерицы на модели такие же наглые как обезьянки на гибралтаре пока я снимал майку поставив рюкзак на пол они уже успели забраться на мой рюкзак но я их все равно люблю тут впереди интересный перекресток левад сейчас покажу банановые плантации вот такие тут вдруг вот такой перекресток сверху текет вода левада 1 идет вниз и вторая по которой я гуляю вот туда пойду дальше перекресток отлить второй раз левада пересекать дорогу вот там где человек пошел туда на леваду там я вышел как бы здесь автобусная остановка наверху и я почему-то остановился вот тут название этой левады по которой сейчас я иду левада дос пьер найс пьер найс ну вот и пойду дальше по по леваде как нарисовано на табличке здесь она под низом под этими вот крышками и дальше ну дальше где-нибудь она начнется всего отличная погода потом надо будет срочно на море искупаться на море я конечно потом искупался вода замечательная но сначала я заблудился выйдя на большие дороги там указатели пропали и я пошел не туда но вот спросил у мужиков они говорят а какую тебе леваду надо можно подумать костя турист знает название тут всех левад ну короче пришлось обратно топать вот наверх что потому что левада оказывается выше вот этого вот вантового моста третий раз когда вышел на дорогу левада очень далеко шел шел заблудился как бы не туда пошел надо оказывается перейти вот эту большую дорогу вот эту громадную дорогу перейти вот сейчас покажу вот этот мост автострада идет надо ее перейти вот здесь вот начинается левада я не знаю может это другая левада ну короче надо спрашивать потому что указатели там есть но они очень редкие и непонятно куда и как идти короче я беру свою сумочку иду дальше только что прошел такой экстремальный участок рюкзак по потолку шел то есть там такие маленькие пещерки вдоль этого левада что очень ну просто вот нагибаться надо в три погибели что пройти а сейчас вот такой мост арка просто класс и как бы левада сейчас переходит на другую сторону реки что ли получается так которая внизу текет сейчас остановлюсь посередине вот оттуда я пришел вот она текет оттуда левада и там вот это вдали этот мост остался который я фоткал да сейчас чуть еще пройду вперед просто класс левада обалдеть как здорово что я сюда попал да все выключаю выключаю камеру иду дальше тут опять экстрема лично начинается придется лазить по таким пещерам ну там точно там такие экстремальные люди которые не знаю боятся высоты там высота офигенная может с этой стороны я сниму на ту сторону ну посмотрим короче клуб классно сниму еще с этой стороны эту арку прошелся за поворот там начинается очень обрывистое место и скользко там мокро сейчас и у меня скользкие эти самые кроссовки как бы я не рискнул дальше идти там поручни нету точно так как и здесь в общем-то поручни нет он там обрыв просто реально вниз сразу и даже кустов таких нету как здесь здесь хоть кусты справа хоть как бы ну они как бы вид не боишься так сильно высоты там вообще обрывается и и это вот такой песок здесь вот на на дороге этот красный песок и вот он скользит я уже знаю по вчерашним горам как он скользит поэтому я не решился идти там перил нету короче идущий сейчас обратно сейчас попробую впереди там снять вот эти экстремальные пещеры которые надо пролезать на карачках почти все пока окей сейчас попробую записать пролезу ли я через такие вот проходы так наверху просто высота вот такая внизу какая-то там стройка идет и вот такие вот пещера здесь левада под ногами надо проходить здесь вылезаешь опа опять все нормально сейчас пройду вперед только что первый раз вытащил селфи-палку закрепил мой телефон на селфи-палке левой руке держу правый за перила сцепляюсь короче интересная левада очень классная левада я так доволен что сюда попал экстремальная я бы сказал левада и вот такие здесь ступеньки одна ступенька вторая ступенька надо сбоку наступать внизу там вот важно туда я не знаю метров пятьдесят высота точно здесь он мост мост впереди этот большой вантрон так еще немножко поснимаем как мы тут лазим на модели по левадам это первая моли вода в которой я иду но она уже просто великолепно где больше в мире так не видел здесь просто оттас тут вот с той стороны обрыв здесь обрыв как это левада тут текет непонятно на 30 лет тут текет 9 еще вот впереди еще одна пещера там по моему штуки три такие которые еле-еле надо пролезать на карачках почти так а еще впереди есть окей до снимаю до конца не буду останавливать здесь голуби обкакали все тут вообще ничего не вижу сейчас глаза после яркого света сразу темень ну все классно обалдеть еще одна пещера пролезаем насквозь варю зак цепляется за верх вот это самое низкое здесь вообще надо на коленках пролезать пролезли по моему это последнее если я правильно помню как раз ну да дальше уже все нормально все выключаю иду обратно к морю купаться глупо спрашивать на острове как пройти к океану но на модели это надо делать потому что к океану подойти не везде возможно где-то находятся отели куда просто не пускают и в основном это обрывистые берега который по которым тоже не подойти то есть надо знать где подойти к океану чтобы искупаться тем более потому что обрывистые очень обрывистые берега вот за то где поесть где выпить кофе там точно спрашивать не надо забегаловок в хорошем смысле слова просто на каждом шагу и наверняка мне хочется пройти по всем левадом модейры я ставлю большой жирный такой лайк первый вернее двум первым моим левадом по которым я прошелся а вы если желаете увидеть еще мои путешествия по другим левадом то ставьте лайки комментируйте и подписывайтесь на канал спасибо